Презент давайте! Эй, документы, вы успеете? Пиши! Сейчас уронят! Прогоны и репетиции. Таков режим лабораторного театра, когда меньше, чем за 7 дней одномоментно нужно поставить сразу три эскиза. Это серьёзное напряжение как для артистов, так и для режиссёров, ведь они вместе вдыхают жизнь в ещё не существующий спектакль. Это не одетый спектакль, это спектакль, в котором... Спектакль, который не одет, который не освечен, достаточно большой. Мы просто договорились о том направлении, в котором есть игровое решение спектакля. Это уже девятая театральная лаборатория на Каннской земле. Если раньше к деятельности театра вне репертуара относились скептически, то теперь лабораторные мероприятия – излюбленное место многих театральных деятелей и простых ценителей. Театр буквально вывернут наизнанку. Результаты лаборатории переломили все стереотипы и становится понятно, что лаборатория – это такой витамин на весь сезон и ещё место притяжения культурных сил. «Сибирь, 20 век» – тема лаборатории этого года. За основу взяты тексты наших земляков – Астафьева и Шукшина. Произведения, которые обычно не ставят на сцене. Все произведения прозаические. А проза – это, так скажем, не сценический текст. И в этом ещё одна сложность. Но мы лёгких путей не ищем, собственно, поэтому мы убираем вот такие неизведанные сложные дороги. Особенность театральной лаборатории состоит в том, что зритель сам решает, какой из эскизов достоин перерасти в настоящий спектакль. После просмотра можно проголосовать. Оставить всё как есть, продолжить работу или забыть, как страшный сон. Оставьевский звездопад зрители предпочли забыть, как страшный сон. А вот Людочку, и живёт такой парень Шукшина, пожелали увидеть готовыми спектаклями. Людочка собрала на одной сцене и артистов, и зрителей. Люди оказались лицом к лицу с трагедией деревенской девушки, которая переехала в город в поисках лучшей жизни, а нашла в нём свою погибель. Режиссёр Андрей Гончаров не побоялся показать зрителю насилие над телом и душой Людочки. Он поймал её, Людочку заплачь, подтянул к себе, макнул лицом в землю. Никуда ты, курица! Стреск обрванул на ней платье. Людочка всё время пыталась кричать из-за душливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна. Она пыталась кричать, всё пыталась, но у неё вырвалось только усу, усу, усу. В парикмахерской, куда устроилась работать Людочка, и где впервые засияли её глаза, становится тем самым пустым парком, где совершили насилие над девушкой, и где она решила свести счёты с жизнью. Это же не только частный случай, это в целом затронута жизнь. О том, как мы живём, что мы думаем, как мы чувствуем, как мы переживаем, какие трудности преодолеваем, как мы с этим справляемся вообще, да? Можно физически всё перетерпеть, а душа может не вынести, ну, как у-то Людочки. Этот эскиз более всего затронул зрителей, и, возможно, они увидят его в качестве полноценного спектакля уже в следующем театральном сезоне.